Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Пассианшоу, на котором мы продолжаем играть в игру, которая называется Too Many Bones Undertow. Мы закончили день номер два, но перед тем, как приступить к дню номер три, я забыл сделать одну вещь, мы забыли продолжить вскрывать наши крутые шмотки, которые у нас запечатаны шифрами. Duster, я напомню, успела взломать две первые цифры и осталось взломать только четыре форс. Давайте попробуем это сделать, для этого нам нужно бросить все кубики. Нам нужно четыре форс. Здесь у нас один форс, а здесь, к сожалению, ничего. И, к сожалению, попытка оказалась не успешной. Мне нужно четыре форса, у меня только один форс, и я могу добавить только плюс один, это дает мне два. Да, Duster в этот раз не открыла. Теперь попробуем взломать замок для станзы. Она взломала только первую троечку. Тройку и четверку оставшиеся еще не взломаны. Взламываем их. Так, мне нужен три трип. Три трип у меня нет, но у меня есть такой кубик, который позволяет из три левер сделать три трип. То есть я делаю это три трип, и у меня остается четыре форс. На четыре форс у меня уже кубиков и бросков нет. Все, то есть я взломал второй только, да. Получается так. То есть у меня здесь тоже один остался. Здесь нужно четыре форс, и здесь четыре форс. Это мы будем делать уже следующей ночи. А пока мы переходим к дню номер три. День номер три. И открываем верхнюю карту приключений и смотрим, что там написано. Так, что происходит? Здесь я не буду долго вдаваться в подробности. Что-то мы не то съели прошлой ночью и уснули от этого. Перепутали какие-то там снадобья и, в общем, проглотили не то, что надо. Проспали все, что можно было. Проснулись от того, что мы приблизились к берегу на нашем плоту, слишком близко. И уже какие-то враги на нас готовы напасть. Мы бы с радостью отплыли ближе к центру, но заметили, что из воды высовывает голову какой-то крелон. Крелон – это механические вот эти вот существа, которые в воде живут. Давайте посмотрим, какие варианты битвы нам предлагаются. Обе из этих битв, они у нас водные. Так, здесь написано, слишком поздно. Давайте биться. Мы добавляем, у нас третий день, то у нас будет шестерочка. То есть, у нас общая стоимость всех наших врагов должна быть равна шести. То есть, это, скорее всего, будет пятерка и единица. Но к ним мы... А, здесь написано, что все кубики защиты, которые мы будем бросать, они будут считаться как косточки. Но это не всегда плохо. Мы за это получим лут. Так, а здесь написано, хватайте весла. В этом случае мы будем биться с большим количеством врагов, плюс еще два крелона. Вот это я не хочу. Не хочу. Давайте лучше вот это получим. Дополнительный лут. И будем биться здесь. То есть, все наши броски защиты будут считаться как косточки. И если у нас на кубике выпадет защита 1, то это будет 1 косточка. Защита 2, это будет 2 косточки сразу. Косточки это неплохо. Они будут добавлять нам какие-то способности дополнительные. Все. Приключения у нас есть. Бэдди поинтс это 6 общее количество очков. То есть, мы берем 1 единичку и берем 1 пятерочку, которую мы в общем-то знаем, кто нас там ждет. И по правилам сильные соперники всегда выходят на поле битвы раньше, чем более слабые. Да, и у нас битва на воде. Поэтому мы переворачиваем наш мат на сторону с платом. Бросим кубик с луитаром. И это маловато. Всего фокус 2. Ну ладно. Теперь посмотрим на нашего врага. Гоблин артифицер. Артифицер. У него 4 здоровья. Мы ему присваиваем цифру 1. Он у нас ближнего боя враг. Поэтому он начинает вот здесь. И у него уровень инициативы 5. Довольно высокий. У него equipment. То есть мы должны бросить D6 и посмотреть, что он еще вдобавок получает. Четверка. Equipment 4. Означает, что мы добавляем ему 1 кубик атаки. Еще он mischief 2. То есть mischief это значит, что он будет убирать у нас вот эти вот кубики, которые здесь. Да, уберите 1 кубик перед атакой. То есть если у нас там будут, например, кубики защиты, то он будет их убирать перед атакой. Так, открываем следующего соперника. Это minikin monkey. У нее здоровье 3. Мы ей даем второй жетон. Она у нас боец дальнего боя, поэтому она будет начинать отсюда. И у нее здесь написано antargetable и значок косточек. Это значит, что когда она будет при атаках своих выбрасывать косточки на кубиках, она будет становиться antargetable. А antargetable значит, что мы не можем ее атаковать до следующего раунда. То есть она прячется, по сути дела, от нас. Окей. Надо будет ее побыстрее избавиться. Да, и у нее уровень инициативы 4. Вот ее кубик, она будет здесь. Теперь посмотрим, куда мы поставим станзу. Бросим ее кубик. 5. О, довольно высоко. Она начнет рано. Поэтому мы, наверное, отсюда станзу начнем, чтобы она расправилась с ним побыстрее. Теперь посмотрим, где у нас будет начинать дастер. Бросим ее кубик. Тройка. А вот дастер начинает поздно, к сожалению. Поставим ее сюда. Вот так, наверное. И nightshade тоже откуда-то должен начинать. Тоже начинает поздно. Будет начинать... Ну, пусть отсюда. Хотя нет. Давайте начнем отсюда, чтобы вот этот враг не атаковал nightshade раньше времени. Теперь начинается битва. Мы перемещаем кубик инициативы. И у нас первая начинается танзо. Будет ли она петь песни сейчас? Наверное, я не буду пока начинать эту песню. Давайте просто бросим 3 кубика атаки. И 1 кубик защиты. Да, у нас есть 4 ловкости для того, чтобы бросить все эти 4 кубика. Попробовать уничтожить этого врага. Да, мы должны помнить, что кубики защиты у нас как защита не работают. Так, 3 атаки это прекрасно. А это у нас промах. И теперь, поскольку мы нанесли 3 повреждения врагу с помощью наших кубиков, этого врага мы победили. Опять легко и просто. Минникин манки даже не успел пошевелиться. Мы его уничтожили. И убирается и его кубик. Ход переходит к нашему гублину. Гублин атакует слабейшего, ближайшего к себе. Но ближайший вот этот. Бросает этот кубик и плюс еще 2. Ничего себе. Мне кажется, нашему дастеру может сейчас не поздоровиться. Фу, хорошо, что 2 промаха и всего 1 повреждение. Очень неплохо. Так. На этом ход у гублина закончился. У нас входит дастер. Бросим. У нас 4 ловкости. Мы бросим 2 атаки. Вот этот кубик и защиту. Хотя мы можем бросить и вот этот вот тоже. Да. Да, давайте вместо защиты. Они все равно не считаются. Бросим вот этот кубик. И посмотрим, что будет. Очень хорошо все будет. Я думаю, что даже... Нет, в общем, все хорошо. Значит, это 3 атаки. То есть, мы нанесли 3 повреждения. У нашего соперника осталось всего 1 жетон здоровья. Так. Вот этот кубик, помимо повреждения, позволяет нам еще разместить на враге этот кубик, который будет отнимать у него здоровье. И он уже использованный. И не может дальше использоваться в этом бою. А вот этот кубик, давайте еще раз сверимся со справочником, означает, что в следующий раз, когда этот враг будет атакован нашим волком, то наш враг будет получать двойной размер повреждений от волка. Охот сейчас как раз в волку переходит. Найтшейд передвигается на один шаг вперед и бросает свои 2 кубика атаки. Я думаю, что сейчас будет покончено с нашим врагом. Вот так и есть. Мы наносим 3 умножить на 2. 6 повреждений. Найтшейд был беспощаден и загрыз просто насмерть гоблина. Гоблин отправляется к своим предкам. Все кубики возвращаются на место. Это сюда. Это сюда. Битва закончена. Вот так. У нас дастер понес одно повреждение. Надо будет подумать, подлечить его этой ночью или не подлечить. Может быть, я и не буду этого делать, потому что у меня есть мази из паутины. Она, может быть, поможет продержаться и без ночного лечения, чтобы волк у нас выходил на поле боя в следующий раз. Все ради этого. Так, это отправляется в сброс. Наступает фаза передышки, фаза ночи. Мы не забудем сюда положить один жетон здоровья. Это хорошо. Мы получаем по два лута каждый. То есть, здесь лут на каждого и здесь лут на каждого. Давайте посмотрим, что досталось дастеру. Дастеру достались отсоединенные провода. Повысьте свою ловкость на один. Увеличьте свою ловкость на один. Поместите эту карту себе вот сюда. А, ее можно использовать один раз. Ну, окей, хорошо. То есть, в любой момент, когда нам понадобится увеличить ловкость на один, мы используем эту карту. и второй лут для достера. Это какие-то ботиночки, тоже одноразового использования. Переместитесь на один шаг дальше. Один раз можно использовать. Окей. Не так плохо. Так, посмотрим, что для станзы. Прибор ночного видения. Перемешайте, замешайте в колоду приключений, специальные приключения, которое называется The Ebonite Doorway. Эбонитовый дверной проем. Интересно. Ну, и то есть, получается, что мы ее использовали. Сейчас мы найдем это приключение. Так, вот это приключение я его нашел. Мы замешиваем его в колоду. стараюсь не смотреть, стараюсь не смотреть. Так, и открываем следующий лут для станзы. Так, это какой-то электрический, ну, электрическая батарейка на два использования. Вы можете перебросить любые два кубика. Используется только в боях. нормально, отлично. Так, единственное, у меня есть свойства, я забываю пройти карты и забываю их использовать. Дальше. Каждый наш герлог получает одну очко, которое может потратить. я, потрачу это очко на то, чтобы получить кубик номер два, который называется Flint and Tinder. Он позволит мне ночью подлечиться на то количество единиц, сколько есть на этом кубике, причем можно лечить как себя, так и волка, что очень ценно, потому что волк не лечится ночью. Пока я не забыл, я попробую сейчас этим воспользоваться. Давайте бросим кубик. Я могу подлечиться на одну единичку, то есть я лечусь и становлюсь здоровым на четыре. Ну, дастер в смысле не я. Так, и у нас есть одно очко, которое может потратить на себя Станза. я для нее наверное сейчас просто повышу ее ловкость на один. Так, все, мы получили одно очко прогресса и переходим к четвертому дню. Да, нет, перед тем, как перейти к четвертому дню мы можем попытаться вновь вскрыть наши ценные луты. У нас здесь остался одна четверка форс. Так, вот два форс, еще три форс, еще два форс, то есть все, этот мы вскрыли. Давайте посмотрим, что здесь. Механический кальмар. Это постоянная карта во время фазы отдыха выберите один из следующих вариантов. Возьмите две карты из карты приключений, если среди них будет водная битва, то вы можете одну из этих карт положить либо сверху, либо снизу колоды. И второй вариант, вы можете два верхних крелна посмотреть и тоже их как-то разместить на свое усмотрение. Ну, так себе лут, я думал, будет что-то интереснее. Давайте посмотрим, сможем ли взломать лут для станции. Здесь тоже нужно 4 форс. Вообще ничего. Вообще ничего. да, эта попытка неудачная. Окей, давайте воспользуемся вот этой карты, она постоянная, мы можем посмотреть две верхние карты в картах приключений, и если среди них будет водная, мы можем либо сверху ее оставить, либо отправить назад. так, это у нас водная, так, бикю, крелны, а у нас будет четвертый день, это 8 очков, это значит, мы будем 2 крелна добавлять, да, в конце каждого раунда удалите крелна, затем добавьте нового, битва заканчивается в конце второго раунда. Так, так, а здесь что? Здесь мы получим лут. О, мне вот это больше нравится, я вот эту возьму, а вот эту я отправлю назад, не хочу. Так, ну и что? Заодно как раз и переходим к дню номер 4. Читаем, что у нас тут происходит. А, это, кстати, специальное приключение, которое относится к нашему главному врагу персонажу Барнаклу. Все-таки текст на этих картах очень прикольный, жалко, что, конечно, вряд ли эту игру локализует. Было бы интересно почитать все это уже в хорошем качественном переводе. Что происходит? Значит, мы все-таки встретились с Барнаклом, да, мы еще не можем с ним сражаться, но он уже начинает нас потихоньку атаковать. Ему хватило одного массивного удара своим мощным щупальцем для того, чтобы поднять наш плод как пушинку. И он нас запустил прямиком в гущу другого сражения, где кучка кретинов, здесь так и написано, пытается найти спрятанные сокровища, которые охраняет Барнакл. И с ними тоже придется сражаться. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Бэдди Пойнтс и добавьте два одноочковых плохиша за эту за каждого гирлока, то есть всего 4 мы добавим. А Бэдди Пойнтс это у нас 8. 8 и 4 это 12. А, то есть 8 это будет 5 плюс 3 единички и еще 4 единички мы добавим. То есть толпа довольно большая, с которой придется сражаться. Но это будет сражение на земле. А если мы будем сражаться на воде, то мы будем сражаться только с щупальцами нашего Барнакла. Да, было бы наверное полезнее вот с этими сразиться, но с другой стороны интересно и со щупальцами посражаться. Плюс если мы будем удачны в этом бою, то мы снизим силу нашего главного врага тирана в дальнейшем. Это прикольно. Да, наверное надо будет остановиться на этом варианте. Поэтому мы сражаемся на плоту. очередь наших врагов состоит всего лишь из двух щупалец Барнакла. найдем щупальца 1 и щупальца 2. Здесь так и написано, что мы начинаем с номера 1 и выше. А, два щупальца на каждого гирлока. то есть 1 2 еще будет 3 я уже начинаю жалеть, что я выбрал этот вариант. Так, вот 3 и вот 4. Так, а эти все остальные не принимают участие. Давайте сначала бросим кубик Луитаре за нашу станзу. Посмотрим. Она в этом бою бьется с фокусом 4. Это, в общем-то, не так мало. Ну и мы начинаем. Открываем первого врага. Мы даем ему жетон единицу. У него уровень здоровья 1. Так, и соответственно я не совсем знаю откуда они начинают, но я думаю, что здесь все просто. это первый щупальце, то оно начинает здесь. И у этого щупальца уровень инициативы 3. Мы даем ему кубик синий, инициатива 3. Дальше второе щупальце имеет два здоровья. Второй номер начинает начинает на цифре 2 и у нее инициатива 2. Так, третья щупальца имеет здоровье 3. Так, начинает отсюда щупальца и имеет инициативу 3. И четвертая щупальца имеет 4 здоровья, чего и следовало ожидать. Начинает здесь имеет инициативу 4. Посмотрим пробу. Здесь есть Submerge, Careless, здесь Careless и здесь Shock. Submerge Submerge означает, что вместо того, чтобы куда-то двигаться, они у нас будут двигаться по идее с единички на двойку, с двойки на тройку, с тройки на четверку, четверки на пятерку. Наверное, так. Мы будем бросать D6 и в зависимости от броска кубика будем туда перемещать этот щупальца. Careless One это означает, что если он будет выбрасывать косточки, то он будет наносить повреждения самому себе. То же самое и про это щупальца. Шок 1 сейчас посмотрим. Шок 1 убирает нам вот отсюда скиллы, вот эти кубики, которые мы будем использовать здесь. Это плохо. То есть, это опасный такой враг, которого надо бы опасаться. Может быть, на него стоит нападать с помощью волка. так. Еще про эти щупальца, если я правильно помню, они атакуют ближайшее место, которое у них есть. Если там нет никого, они сначала передвигаются, если там опять нет никого, то они атакуют непосредственно сам плот и наносят ему повреждения с помощью вот таких. И когда у нас будет все четыре повреждения на плоту, то мы проиграем эту битву. Поэтому с этими щупальцами надо, конечно, расправляться. По возможности побыстрее. Поэтому, наверное, логично, что нам нужно вот сюда разместить наших персонажей. Давайте посмотрим, откуда у нас начнет Дастер по инициативе. Эх, а он начнет довольно поздновато. Вот здесь. Так, а волк? А, волк начнет довольно рано. Неплохо. Ну давайте волка мы поставим сюда. Дастера мы поставим сюда. Бросим кубик за станзу. Станза тоже на тройке. Так. Ну ладно. Станзу тогда будем здесь использовать. Наверное, все. Все готово. У нас первым входит волк. Волк у нас бросает два кубика атаки. три. Ничего себе. Мы почти убили это щупальца. Три атаки это хорошо. Теперь что тут есть? Окей. У нас ходит вот это щупальца. Действует вернее. Щупальца атакует ближайшего сильнейшего врага. Никуда оно не двигается, потому что враги есть. Если бы не было никого, оно бы двигалось дальше. атака никуда не движется. Шок один не действует, потому что здесь у нас никаких кубиков нет. Он просто бросает два кубика атаки и один кубик защиты атакует сильнейшего, то есть атакует дастер. Атака на два проходит, а это промах. Промах это хорошо. атака на два, то есть мы теряем два здоровья для дастера. Дастер теряет два здоровья. Окей. Вот переходит непосредственно к дастеру. Я думаю, что волк добьет этого, поэтому мы будем атаковать вот этого врага. У нас есть два кубика атаки, один кубик защиты и у нас еще что-то есть. что мы можем даже больше ничего и не хочется делать. Давайте рискнем и на этом остановимся. Неплохо. Здесь у меня промах, но он сюда размещается. да? А здесь мы нанесли два удара и это их двух ударов достаточно, чтобы убить этого врага. Так, этот отправляется в свои оси. Отличный бросок. Ход переходит к стальзе. Так, неправильно как-то жетоны. Вот так вот. Так, у этого врага всего одна жизнь. Даже неохота его трогать. Мне кажется, что надо нападать вот на этого сразу. Да, тем более. Ну да, попробуем. у меня есть три кубика атаки, один кубик защиты, куча здоровья. Я даже не буду песни петь. Хотя могу. Почему бы нет, да? У меня будет три-четыре кубика, а это будет пятый кубик, который я тоже могу использовать. Итак, я бросаю все пять возможных кубиков, три кубика атаки, один кубик защиты. Я, кстати, могу еще бросить копье в кого-нибудь. Пока не буду использовать. Ого, сколько промахов. А это мне не нужно бросать. Это я просто песен начинаю петь и добавляю себе один баф HP. Вот сюда. Так, что-то промахов многовато. Защита одна. И одна атака против вот этого врага успешная. Давайте используем вот этот Power Cell, который позволяет мне перебросить два кубика. Эта карта имеет два использования, поэтому я разверну ее вот так, чтобы пометить себе, что одно использование я уже сделал. То есть одну атаку я нанес, переброшу вот эти два кубика. Вот это другое дело. Еще две успешные атаки. Это три повреждения, достаточные для того, чтобы уничтожить вот эти вот отростки нашего врага. так. Да, мы уничтожили фиолетового и желтого, их кубики уходят с поля боя. Ход переходит к вот этому врагу, он атакует нас, у него никаких специальных способностей нет, он просто бросает один кубик атаки и промахивается, хотя для нас это не так было страшно, потому что у нас тут запасы приличные. Все, на этом раунд один заканчивается, начинается второй раунд. У нас первым входит волк, и он по идее должен сейчас добить этого врага. Подпробуем. Так и есть. Два ранения, которых предостаточно для того, чтобы уничтожить этого врага. То есть мы расправились А, нет, минуточку, у нас же еще вот этот остался, о чем я говорю. Но с ним мы тоже разберемся сейчас довольно легко, потому что у нас сейчас ходит дастер. У нее, правда, у нее сколько? У нее 4 ловкости. Раз, два, три, четыре. Это будет достаточно только для того, чтобы добежать до врага. Хотя у меня есть еще дополнительное передвижение. Да? Почему бы нет? Я брошу один кубик, вот этот, например. Хороший вариант. Давайте так и сделаем. То есть мы используем эту карту, которая дает мне один дополнительный ход. Так, я использую. передвигаемся на раз, два, три, четыре. То есть мы использовали все ловкость, но у нас еще одна, которая дает нам карта, которая позволяет нам бросить один кубик какой-нибудь. И мы бросим вот этот. И мы нанесли одну рану нашему врагу, этому щупальцу, и победили его. Последнее щупальце побеждено. Битва закончена успешно. Все наши герои возвращаются к себе. Либо я жутко четырю, либо мне очень везет. Так, это нам уже не нужно. Это все уже не нужно. Песенки наши возвращаются на место. Так, все наши персонажи возвращаются на место. и мы получаем награду. Награда наша заключается в том, что мы получаем по два очка на каждого героя. Дастеру мы добавим ловкости. Одну ловкость это за раз, а за другой мы купим кубик, который носит номер 15, и он называется ferocity, что переводится как свирепость. Мы будем учиться, здесь вот на этом кубике есть вот такие грани, их всего две, раз и два, а эти грани нам будут выпадать, то мы будем обучать нашего волка и будем давать ему за каждый такой удачно выпавший в бою, только в бою он используется, кубик, мы будем давать нашему волку training points, очки обучения, и он сможет повышать и здоровье свое, и уровень атаки. У него здесь на его фишке написано, что у него уровень здоровья 2, и написано плюс x, потому что этот x мы можем развивать, и то же самое про атаку 2x, то есть x мы можем тоже развивать. А станза у нас, что у нердекс 35, нам нужно какую-нибудь песенку еще одну выучить хорошую. Давайте выучим песенку, которая называется Forever Mine. Навсегда моя. Она может добавить нам фокус при необходимости, хотя чаще всего это не очень нужно. Но если у нас выпадут вот такие грани, то мы сможем использовать вот это свойство, которое называется транс. Вы будете играть за плохиша, допустим, если у нас будет плохиш уровня 5, то мы сможем за него ходить. То есть этот кубик позволит нам превращать наших врагов в наших союзников. Они будут биться за нас. Если мы удачно будем петь эту песню. Мы же начинаем петь эту песню вот отсюда это транс один. есть мы только младшего врага сможем против наших же врагов повернуть. Здесь уже транс три и так далее. Попробуем. Так. Надо еще не забыть, что поскольку мы удачно победили здесь, то эта карта будет для нас постоянной и для нашего главного врага Барнакла у него HP 100, то есть статус здоровья его щупалец номер 3 и 4 будут снижены на 2, что очень хорошо. Мы его немножко подкромсали. Да, кстати, я получил песенку, у меня еще осталось одно очко опыта для станзы. Давайте и ловкости добавим на троечку. Вот так. Все. мы получили еще одно очко прогресса 4. Нам нужно 5 очков прогресса для того, чтобы начать сражаться с Барнаклом. У нас еще остался один невскрытый лут. Нам нужно 4 форса. Давайте попробуем. Так, есть два форса. а этот нам позволяет перевернуть любой кубик на какую-нибудь другую сторону. То есть, мы можем сделать из 2 т 4 и 2 f есть у нас тут такое? А, но это не важно. То есть, мы из 2 т можем сделать 2 f то есть, что мы успешно прошли это испытание, это подбор замка. Смотрим, что у нас здесь. Так, Arm Energizer. это энергетическая добавка к руке какая-то. Она добавляет нам... Здесь эта штука называется Backup Plan. То есть, когда мы сюда размещаем вот эти промахи, да, вот так, то мы можем их тратить потом на то, чтобы получать какие-то приятные вещи. так вот, эта карта добавляет нам вот сюда на этот слот еще один вариант. Мы можем потратить 2 промаха, чтобы подлечить себя на 3 здоровья. Нельзя его использовать в бою на воде рядом с этими местами. То есть, это можно использовать только находясь здесь. Так, ну, неплохая, неплохая карта. Может быть, стоит ее отдать Дастеру этой ночью. Да, мы же можем меняться лутом. Давайте так и сделаем. Поменяемся лутом. Пусть у нас Дастер лечится, если что. Хотя у него тоже здесь приятности. Ну, ладно. Так, мы, кстати, можем же посмотреть, что нас ждет впереди. Если там будет водная битва, мы можем ее выбрать себе. А еще нам бы неплохо подлечить Дастера, потому что у нее всего два здоровья осталось. Да, нам нужно сюда разместить еще один. Ну да, давайте подлечим ее до полного здоровья сейчас. Пусть у нее будет пять фишек здоровья, сколько ей положено согласно ее текущему статусу. А это нам пригодится потом, что. Так, теперь отправим станзу на разведку. Пусть она посмотрит, что нас там ждет впереди. Двоечка означает, что мы можем посмотреть единичку. Это гоблин девастейтер. Он самоуничтожается после второго раунда. Пусть будет. и благодаря вот этой карте мы можем посмотреть две верхние карты испытаний и одну из них оставить, другой избавиться, если там водные приключения. Есть водные приключения, а их тут нету. Тогда мы оставляем их так как они есть. Окей. Мы переходим к дню номер пять и открываем верхнюю карту приключений. Нерро майндет. Туго думай. Некоторые говорят, что закат в Делоре это страна, в которой мы находимся, это самый опасный период дня. Свет играет с вами шутки и в этот раз все произошло именно так. Мы не заметили врагов, которые появились на обеих берегах этой реки и теперь нам нужно решать, что мы будем делать. Попытаемся ли мы быстренько мимо них проплыть либо будем сражаться с ними намеренно. У нас есть два варианта. так здесь мы получим 10 врагов вернее врагов на 10 очков потому что у нас пятый день два персонажа и того получается 10 и здесь мы будем сражаться получается с двумя пятерочками до максимум два плохиша разрешаются иметь на могут находиться одновременно на плоту и если нас 12 то мы добавляем 4 единички к очереди то есть у нас будет две пятерочки и четыре единички здесь мы получим true в лут один на всех а второй вариант это тоже две пятерочки и мы будем в начале каждого раунда каждый гирлог бросает кубик d6 и если попадает пятерка или шестерка то мы помещаем одну единичку на любое место которые не могут двигаться и будут действовать в конце давайте второй вариант не хочу я мне не нужен в общем то мне не нужен в общем то еще один true влут вот этот ценный лут выберем второй вариант то есть у нас будет две пятерки да вот они так ладно давайте бросим кубик сначала за станзу посмотрим какой у меня будет фокус в этот раз фокус три небольшой ладно ничего страшного теперь мы берем плохиша открываем его так это у нас дракон и у него свойства weekend 2 посмотрим что такое weekend то есть мы будем вот такой вот кубик класть на нашего гирлока и он будет отнимать у него две ловкости так он у нас ближнего боя один у него семь очков здоровья это много 4 5 6 7 о какой так он начинает отсюда плюс у него три кубика атаки два кубика защиты это очень серьезный противник и второй у нас примат какой-то а у него способность трэп трэп это неприятная вещь тоже сейчас мы ему дадим двоечку его он начнет отсюда у него 6 здоровья так видите игра сделана так что по ходу пьесы сила игроков увеличивается потому что дни увеличиваются и вы умножаете сейчас пятый день на 2 получается 10 и у нас соответственно вылезают уже вот эти вот сильные соперники так вот трэп означает следующее трэп работает только на битвах на суше а это у нас битва на воде поэтому здесь это не работает ха-ха-ха ура так у этого инициатива пятерка довольно высокая а у этого инициатива четверка тоже немаленькая думаем кого куда мы помещаем у нас дастер начинает в одиночку пока без найтшейда потому что при полной силе она но мы разместим вот сюда будем сражаться с этим врагом и бросим кубик о шестерка отлично мы начнем первыми супер и станзо у нас начнет ну давайте начнем отсюда будем биться с этим врагом у этого врага blind strike blind strike это наверное я вот отсюда начну если вдруг мне сейчас не повезет с инициативой давайте посмотрим во сколько когда я начинаю четверка а нет нормально начинаю тогда я наверное отсюда начну так все разместились по позициям единственное перед началом следующего каждого раунда каждый герлок бросает d6 если выпадает 5 или 6 то мы кладем единичку давайте бросим d6 за дастера шестерка так и знал так мы берем единичку это у нас вот этот вот гоблин мы можем класть его куда угодно ну положим его вот сюда пусть он нападает на станзу она у нас посильнее поздоровее вернее бросим кубик за станзу у станзи двойка у нее никто не вылез хорошо начинаем бой первым начинает дастер у нее 5 ловкости и мы поэтому можем бросать 5 кубиков давайте сделаем раз два три четыре и забыл кстати надо было во время отдыха вот этот кубик бросить и подлечиться ну и так подлечился ладно и 5 бросим защиту пробуем атакуем нашего дракона две защиты помещаем сюда три успешные атаки раз два три наш дракончик заметно ослабел кроме того мы помещаем сюда вот этот кубик и он если у нас вылезет наш волк то он нападет на него и очень сильно его покусает и в последнюю очередь не забываем про вот этот кубик который вроде как бы использован но он позволяет нам разместить вот этот кубик сюда и будет отнимать то есть мы ранили его ножом и теперь наш дракон будет истекать кровью каждый ход свой очередной все ход этот настает сейчас потому что в следующем ходит дракон он теряет одну жизнь это раз это хорошо плохо что у него есть вот это свойство которое weekend 2 то есть мы кладем на дастера вот этот кубик который напоминает нам о том что мы у нас ловкость снижается с 5 до 3 и теперь этот дракон бросает 3 кубика атаки и 2 кубика защиты вот такой вот он сильный персонаж а вот этот вот персонаж он не двигается ему даже не не выдается маркер так написано в сценарии вот здесь хова отлично промахи 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 и 2 попадания могло бы быть все гораздо хуже по-моему отличный бросок и эти попадания на себя применит принимает защита дастера то есть вообще все замечательно так теперь у нас ходит станзо о станзо вот что делает станзо поет песню вот эту песню и эта песня которая называется forever mine она вводит в транс вот этого персонажа который имеет силу один видите здесь на кубике единица то есть мы можем вводить в транс врагов силой один по поводу транса написано в правилах отдельно это вот ходить за врагов мы можем этого врага переместить на два шага и потом использовать этого врага как союзника против его же соратников так поэтому мы положим вот такой вот кубик я не знаю правильно ли я использую тот ли кубик я использую но допустим для меня это будет просто напоминанием что этот у нас враг находится в трансе так но мы использовали одну ловкость у нас осталось пять и на оставшиеся пять мы бросаем три кубика атаки один кубик защиты и у меня остался еще один может быть мне есть смысл вот этот разыграть который даст мне еще один баф здоровья да вот здесь возможно неправильно играю что-то как-то накапливается у меня это здоровье здесь ну ладно так бросать отлично три попадания одна защита то есть мы убираем три здоровья нашего врага и ход переходит к вот этому примату он ходит у нас во-первых blind strike он наносит нам одно повреждение и мы убираем защиту это раз дальше он бросает три атаки и одну защиту так это промах а здесь три попадания слава богу у нас вот здесь накоплено мы это все тратим теперь в конце хода вот этот вот соперник должен действовать за нас как союзник но к сожалению получается так что он эх я неправильно сделал мне нужно было отойти в сторону чтобы пропустить его а сейчас он сделает раз-два и он даже не достает до врага к сожалению ну ладно все равно неплохо ударит его в следующий раз теперь конец раунда у нас в конце раунда на поле выходит наш волк потому что у нас дастер раз-два-три а нет не выходит у нас дастер пока при полном здравии жаль мы переходим к раунду номер 2 в котором мы опять снова должны бросать d6 чтобы выяснить пришел ли кто-нибудь еще к нам сюда давайте бросим за дастера никто не пришел теперь бросаем за станзу и за станзу никто не пришел хорошо так у нас первым начинает дастер мы помним что у нее три ловкости да и вот эта штука действует только на один раунд получается да вот в этом раунде у нас три ловкости но я думаю что у нас есть все шансы добить этого врага потому что у него осталось всего три здоровья у нас есть два кубика атаки вот этот жалко мы уже бросить не можем но мы уже бросили у нас есть кубик защиты и это как раз то что нужно три три ловкости отлично у нас двойка в общем прекрасный бросок защита 2 и здесь три попадания и этого достаточно чтобы убить дракона мы убили дракона мы победители драконов так победили пятачок вот это использовалось на этого врага и теперь оно отправляется конечно в использованный мы больше не можем использовать этот кубик в этом раунде наш ход закончен этот тоже кубик отправляется сюда теперь этот кубик убирается потому что такого врага больше нет на поле боя ход приходит к станзе станзе а знаете что я забыл сделать я забыл добавить этому врагу три жетона здоровья он у нас стоит такой непонятно сколько у него жизни вот так да и мы думаем что мы будем делать сейчас у нас же начинается как бы следующий раунд и мы должны думать поем мы песню или нет и какую песню мы поем вот от этой песни я наверное избавлюсь то есть я ее мог поставить на паузу но это пауза займет у меня один фокус вот эту песню я продолжу хотя пока вроде все влезает да то здесь два фокуса здесь один фокус может быть там вам плохо видно здесь два фокуса здесь один фокус и у меня есть три фокуса пока мне хватает моих вот этих гитарных способностей для того, чтобы петь эти две песни одновременно. Вот эту песню я пою, эту песню я пока поставил на паузу, приглушил. И вот эта сторона кубика означает, что я могу сейчас отправлять в транс всех врагов на поле, которые имеют силу 3 и меньше. То есть вот этот враг снова у меня в трансе находится, и он будет действовать у меня как союзник против вот этого врага. Поэтому, что я делаю? Я просто бросаю 3 кубика атаки. 1 кубик защиты. У меня ловкость 6. Вот этот кубик ловкость не отнимает, потому что он на паузе стоит, а этот отнимает 1 ловкость. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. Этого даже больше, чем у меня, меньше, вернее, чем у меня есть ловкость. Я могу смело бросать эти кубики. Я думаю, что я сейчас прикончу этого врага. А не тут-то было. Здесь у меня 2 промаха. Так. А здесь у меня 2 попадания. и защита. Так, давайте я, наверное, использую вот этот лут во второй раз. Да, он мне позволяет перебросить 2 кубика. Да, всё, я её использовал. И я хочу добить этого врага. Он мне не нужен. Переброшу вот эти 2 кубика. Посмотрим. Есть. Отлично. То есть, у меня 4 попадания. А это значит, что этот враг у меня уничтожен. ещё один пятачок ушёл к проценту. Так. Здесь у меня 1 защита. И этот у меня находится в трансе. Вот. Пусть он так и находится там. То есть, он, по сути дела, не ходит. У нас начинается третий раунд. И в третьем раунде мы снова бросаем кубики. Вот это неприятно. Потому что мы должны сейчас за Дастера бросить, чтобы там не было 5 или 6. 4. Это хорошо. И теперь за Станзу. Тоже 4. Так, странно. Этот кубик только на четвёрку упадает. Ну, хорошо. Всё. У нас начинается третий раунд. У нас 5 ловкостей. И мы ходим на 1, 2. И у нас ещё остаётся 3 ловкости. И мы бросаем 2 этих и 1 этот. И у нас 4 попадания. То есть, мы выносим этого врага без проблем. Всё. Единичка ушла. Бой закончен. Победой. Все кубики отправляются обратно. Песенки наши все отправляются обратно. Все вернулись с боя, даже не повреждённые. Что приятно. Так. Смотрим, что мы... Так, вот это у нас сюда. Это сюда, это сюда. Смотрим, что мы получаем за эту битву. Мы получаем 2 победных очка. И по одной карте лута на каждого. Дастер получает банананас. Вылечите себя на HP, равные текущему раунду. Вот этому раунду имеется в виду. Неплохо. Так. Максимальное количество лута, который может хранить один персонаж, равен 4. А у меня как раз 4, по-моему, да? Раз, два, три, четыре. И лут для станзы. Tarsapentwine. Здесь мы можем во время водной битвы в свой ход удалить 3 вот этих вот чипа повреждения с плота. А, с позиции, в которой вы находитесь, или рядом с которой вы находитесь. Окей. Ну так, не знаю, хорошая или плохая. И мы можем потратить 2 очка опыта. Для того, чтобы что-то где-то у кого-то какие-то способности развить. Ну, для дастера, мне кажется, нужно бы еще одну атаку попробовать прокачать. Давайте бросим 2 кубика. И попробуем ей прокачать атаку. Удачно. Никаких промахов. И мы добавляем еще одну атаку для дастера. У нее есть еще один, еще одно очко. Давайте получим вот этот кубик. Это называется Bottled Smoke. Бутылированный дым. Так, это кубик номер 5. Если у нас выпадет вот такая грань, то мы сможем поместить на себя вот этот вот кубик. Что будет означать, что нас не может атаковать соперник. То есть, мы спрячемся в дыму, видимо. Дымовая завеса. Скорее всего, так имеется в виду. Здесь мы не забываем получить еще один баф HP. Сможем подлечиться. Так, и 2 очка для станзы. Что мы можем предложить для нее? Давайте получим вот этот вот кубик номер 13, который называется X-Blade. То есть, мы будем махать своей гитарой с заостренным концом. И в случае успеха будем наносить дополнительные повреждения врагам. И у нас получается 3 атаки, 1 защита. Это 4, 5, 6. Это, в принципе, неплохо. Может быть еще... Давайте еще одну ловкость, что ли, прокачаем. Вот так. Я думаю, достаточно. Так, это мы прошли. И у нас получается 5 очков прогресса. А нам нужно как раз 5. Мы уже можем сражаться с Барнаклом. Не знаю, буду ли я сражаться прямо сейчас. У меня, в общем-то, можно 8 дней на это потратить. Или попробовать прокачаться еще немножко, чтобы на битву с Барнаклом приходить уже в полной готовности. Я, наверное, сейчас закончу это видео. И приглашаю вас посмотреть третью часть прохождения этого сценария. До новых встреч. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, канал Пасян Шоу. Пока. Спасибо за просмотр видео на канале Пасян Шоу. Подписывайтесь на канал Пасян Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше Пасян Шоу в социальных сетях в Инстаграм и Твиттер. Играйте в настольные игры. Пока. Субтитры подогнал «Симон»